Участников именно этого турнира называют спортивными туристами. Сейчас сезон завершен и эти соревнования больше любительские. Команды приезжают перенимать опыт, изучать работу спортшкол из других регионов. Правда, это только официальная информация. На деле накал страстей на полях не меньше, чем на крупном чемпионате. Тренеры, а еще больше родители, ждут от своих юных футболистов именно голов. Некоторые фанаты Барселоны и Реала надежды взрослых оправдывают, в том числе и сочинцы. Уже ранним утром команда городской детско-юношеской спортшколы номер 9 выиграла матч у ростовских соперников со счетом 1-0. Для сочинцев этот турнир вообще находка, отмечают сами тренеры. Возможность проводить спарринги с иногородними футболистами, да еще и на родных полях, для многих детских клубов только мечта. Плюс от проведения таких масштабных соревнований есть и самому курорту, уверены организаторы. Такое популярное мероприятие, которое особенно актуально во время кризиса, когда загружаются наши гостиницы, отели. У нас авторитет очень большой, да и наши турниры считаются одним из самых лучших по всей России и на постсоветском пространстве. Кубок Кубани у нас весеннее проходит, мемориал Валентина Бубукина, где еще больше команд собирается. Это турниры традиционные, популярные, которые, скажем так, жемчужины всей России. Кубок Кубани юные футболисты разыграют 2 ноября. Тогда же станут известны команды с лучшим игроком, бомбардиром и вратарем.